привет сегодня у меня последний день в бангкоке завтра с утра у меня в шесть часов у меня рано утром полет обратно домой уже жду не дождусь как как приехать в норвегию потому что отпуск это замечательно две недели прошло и мне немножко утомился утомился реально а сейчас хочу показать несколько покупок вернее кучу покупок которые я сделал в бангкоке это была и декоративная и уходовая ну да можно сказать его что это уходовая косметика и пить хочу это было и декоративная и уходовая косметика и сейчас хочу показать что купила здесь есть сифора и все форе есть то зачем я реально все Фория. Ох. Начнем с того, что в Таиланде есть то, что продается в Америке. Давайте посмотрим, как детка Cat1D справится с швепсом без трубочки. Здесь есть то, что продается. Видео будет длинное. Если хотите, я покажу самое интересное вначале, потом выводит всякая ерунда, можете потом выключать. Здесь продается то, что продается в Америке, например, то, что в Европе нет. Ну, по крайней мере, пока нет. И поэтому, конечно, у них есть и Stila, у них есть и Physicians Formula, что просто вся Америка писит капитком. Это самое бюджетное, что может быть. А у нас и днем с огнем нет, и навряд ли будет, понимаете. У них есть... У них есть Cat1D. У них есть... Начнем с того, что у них есть Sephora. А у нас Sephora, например, нет. И поэтому приходишь и понимаешь, что можно сделать хороший шопинг по косметике. Во-первых, я хочу сказать про своего любимого блогера. Ее зовут Люси Гарланд, и она из Мельбурна, из Австралии. И она мне просто... Я ее ставлю вот сейчас с бэкграундом. Все, у меня прошла тема с дурацкими фикс прайсами. Теперь мне нужно что-то такое, что мне дает позитив и настрой в жизни. И я ставлю Люси Гарланд на бэкграунде. И она просто повернута на контуринге. И я решил, окей, если Люси может, могу и я. Поэтому у меня... Давайте начнем с того, что поперся я, во-первых, Sephora. У меня сейчас все не навернулось. Поперся я в Sephora, детка. Первым делом, первым делом... Окей, начнем с того, что я не смог пройти мимо Urban Decay. Urban Decay это Illuminating Trio. Вот эта вещь прикольная, но... Знаете, купил. Стоила, наверное, она 46 евро, наверное. За тройку. Выглядит она вот так. Выглядит эта тройка вот так. И я сейчас сделаю свотч. Вы знаете, это очень красивый... Вообще, написано, что это хайлайтер, да? Что это хайлайтер, но я думаю, что... Но на... На YouTube его называют не хайлайтер, его называют... Glitter Bomb. Бомба блесток. Блесточная бомба. Вы знаете, блестки просто нереальные. Они совершенно не смотрятся на камере, но вживую они выглядят просто восхитительно. И... Сегодня я их использую немножко как румяна. И как тени. Такие, знаете, если не хочешь мудиться, да? У тебя времени просто. У меня еще надо собираться. Пользуешься это. Вот купил, во-первых, тройку хайлайтеров от Urban Decay. Это вроде бы лимитка прошлогодняя. Люблю я Urban Decay. Всегда мне надо расширять мою коллекцию Urban Decay. Потому что Urban Decay мало никогда не бывает. Много никогда не бывает. Не прошел я мимо, конечно. Не прошел я мимо Shade and Light. Это от Kat Von D Contouring Palette. Это палетка для контурирования лица. Ну просто сейчас у меня люси настолько меня вдохновляет на контурирование. Я, правда, буду просто заниматься контурингом как ненормальной. Но нравится мне эти мазицы. Все, Kat Von D отрисованы. Ее отличные арты. Как правильно контуринг делать. Здесь, значит, у нас... Вот так выглядит палетка. Три, значит, хайлайтера. И три этих холодных тона для контурирования. Я думаю, что абсолютно все в холодных тонах. И все просто... Вот объективно. Вот посмотришь всех этих бьють-бур на ютубе. Все говорят объективно. Это самая... Великолепная. Одна из лучших, наверное, сейчас палеток для контурирования. Стоила палетка, наверное, 56 евро, что ли. Не знаю. Купил я Kat Von D палетку для контурирования. Вы знаете, проблема с Kat Von D, да? У нее все всегда идет в очень лимитированных изданиях. Кроме ее Liquid Lipsticks. Кроме ее помад. И поэтому все тени, да? Надо быстро ловить вот этот момент с тенями. Потому что они моментально распродаются. Просто ничего нет. Сейчас у нее идет три маленьких палетки для теней. Но они все матовые. И меня совершенно... Это мне не устраивает. Они все, знаете, они такие немножко похожи на Urban Decay Naked. То есть они очень нейтральные. Они очень-очень нейтральные. Поэтому для меня это, ну, не интересует мне такую. Купил я, во-первых, Kat Von D Locket Foundation. Два... 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 Тональных... Тональные основы. Один... Значит, сделали мне в Sephora Color Match. То есть подобрали мне точную мою... Мой тон. И тон сейчас на мне оба. Взял я самый... Был самый... Есть... Самый-самый светлый. Он практически сиреневый. Light 41 его не было. Купил я, значит, в тоне. Light 41... Нет. Light 42 и Light 46. Я не думал, что у меня... Я всегда думал, что я смугл. Я всегда думал, что я медиум, как минимум. Нет. Я Light. Я Light 46. Вот у меня... То есть я взял... Почему? Я бы взял три. Я бы взял три тональных основы. Но я не сообразил. А до сих пор здесь ехать и ехать. И поэтому я взял два и... Я вообще в фокусе. Взял я две тональные основы. И у меня большая надежда на Light 42. Это самая светлая. Практически белая. Вот. И я... И у меня есть одна идея, что с ними поделать. Я приеду домой, обязательно сразу поделать. Все... Все связано с контурированием лица. Каждая тональная основа 30 миллилитров. Ох, выглядит просто восхитительно. Сами бутылки. Знаете, все упаковано от Kat Von D. Это такая готика. Это такое образование искусства. Ну просто кайф, ребят. Вот так сделано все. Упаковано все. Самая красивая упаковка. Что я... Да, Tom Ford. У меня просто это моя эстетика. Я очень люблю Kat Von D. В принципе. И то, как у нее все запаковано, это просто восхитительно. Вот. Вот поэтому я купил две тональные основы по 30 миллилитров бутылка. Не то 46 евро, не то 36 евро за... За одну тоналку. За одну. То есть получается 2,70 что ли. Не знаю. Больше 80. Не знаю. Взял я два liquid lipstick. Один сейчас на мне в тоне... В каком она тоне у меня сейчас? В тоне, наверное, Outlaw. Да. В тоне Outlaw. Вот такой, знаете, немножко алло-морковный. Такой, знаете, прямо бархатный. Ох, матовая такая вещь. Восхитительный тон. И второй я взял просто шикарный в тоне вампира. Да. Сейчас я покажу. Ребят, это просто нереальный оттенок. Я просто охренел. Это, знаете, это такой темно-темно бордовый оттенок. Это чистый кайф. Это чистый кайф. Остальные... У нее очень много оттенков. Но мне остальные не интересуют ничего, кроме красных. И таких, знаете, насыщенных красных. Прямо чтобы был прям рубиновый. Вот кроме такого мне ничего не интересует. Поэтому взял только два. Стадет липстик я смотрел. Но мне нравятся больше жидкие матовые помады. Потому что они долго держатся и все. И выглядят они просто восхитительно. Надавали мне всяких пробников. Это от Benefit. У них новая какая-то тональная основа появилась. Ааа. И здесь прямо надавали мне до хрена в сифоре пробников. Потому что она просралась. Слишком много денег там. Вот. Обожаю сифору. Обожаю сифору. Но у меня не было времени совершенно. Поэтому я... Я просто мчался, мчался. Мне надо быстро, 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 быстро. Не мог поставить нормально. Там остилы. Я бы одной только стендос остилы. И стоял бы, и стоял бы, и стоял бы. Сегодня пошел, купил. У меня все. У меня сейчас... Я думаю, у меня пошла тема на контуринг. Не мог пройти мимо два кремовых кита для контуринга Light и Medium от Sleek. Купил штука, наверное, по 15 евро штука, да? Купил, значит, два... Сейчас один хотя бы открою и покажу, как он выглядит. Я Sleek люблю. Контурингом никогда раньше не пользовался. Поэтому здесь, как делать правильно, контуринг у них сделан. Обожаю Sleek. Sleek я всегда верю. Огромное зеркало. И вот так выглядит сама палетка. Все. Восхитительно. Привет, домой. Буду пробовать. Очень у меня большие надежды на... Не то, что большие надежды. Sleek я вообще, в принципе, люблю и доверяю. Но я очень хочу заняться, как следует, контурингом для меня. Прям, знаете, вот... Для меня что такое макияж, да? Люблю возиться. Люблю возиться, возиться, возиться. Для меня каждый раз такая, знаете, прям... Трансформация, да? Какая-то что-то там. Вот две палетки от Sleek. Шел я. Не могу понять, почему у меня поднялась рука купить White Super Fresh 2-Way Cake от Maybelline. Это, я думаю, что для азиатского рынка что-то сделано. Я не понял, что это. Это, в принципе, какая-то как пудра. Пудра или прямо как тональная основа. Я не знаю что, да. Выглядит это вот так. И она очень-очень белая. Как белая. Вот такая она. Я так подумал, знаете, может быть, чтобы под глаза высветлять, что это было просто восхитительно. Вот так выглядит эта маленькая не палетка, а компакт. Вот я попробую. Потому что я стоял-стоял, делал свочи. У них миллион сейчас вот этих вот компактов. Cake называется. От L'Oreal, от Maybelline, от всего. Я думаю, это что-то типичное для азиатского рынка, да. И для меня это показалось. Взял в самом светлом оттенке. Попробую. Я не знаю вообще, что это такое. Поэтому я посвочил, и у меня какие-то идеи появились. Не мог я пройти. Время, блин, проходит шутка. Два раза возвращался, и все равно одно не смог купить. Короче, а вот если вы смотрите Tati, да, это вот эта beauty guru из Америки. Обожаю Tati вообще. И она просто кипятком писает от Physicians Formula. О, боже мой. Вот эту пигментацию я буду раскрывать и делать АСМР-свотчи, когда приеду домой. Но, ребят, из-за пигментации, во-первых, коробки, это у них восхитительные, да. Это у меня в тоне Bronze Nude. Это, знаете, мне на каждый день, да. Но пигментация просто шикарная. И выглядят сами эти. Ох. Да твою что мать. Нет, вон ее. Вот такая маленькая палеточка. Она вся-вся-вся блестит, переливается. Ох. Physicians Formula. И вот такие тона. Ребят, это просто... Это такой чистый кайф. И сводчится она. Она вот такая. Они все, ты знаете, как жидкое это золото, ребята. Вообще жидкий металл. Вот они все как металлические. Я пришел. Давайте-ка посводчу. Она мне сводч сделала. Я говорю, детка. Заверни. Заверни мне два. Приперся сюда. Включай. Ну мне надо ревью. Сейчас смотрю ревью на косметику. Ревью, смотрите ревью. Не люблю. Я, кстати, столько говна накупил в своей жизни. Несмотря отзывы. Сейчас смотрю отзывы на все. И все просто... Ааа, это шикарная косметика. Блин. Поперся. Из трех экземпляров я не купил. Я купил только три. Четвертый уже был продан. Значит, это у меня Glam Nude. О, металл такой же просто нереальный. Nude Eyes. И Bronze Nude. Ааа. Эта пигментация просто нереальная. Вы посмотрите. Пигментация просто... И стоит штука вроде по 16 долларов, что ли, за палеточку. Я думаю, надо брать. Пошел я дальше смотреть. Все просто кипятком писают от вот этого бронзера Physicians Formula. Вот так он выглядит. И мне девочка написала уже в... Вроде у меня в ВКонтакте моем. Написала, что типа пахнет пинаколадой. Ничем он вообще не пахнет. Это восхитительный бронзер от... И здесь такая даже есть... Щеточка. Все просто говорят, что это лучший бюджетный бронзер, который может быть. И выглядит он вот так. Ох, у меня большие надежды на этот бронзер. Кайф. Стоил тоже все вроде по 15-17 евро за пачку. Знаете, я сейчас не помню сколько сейчас это... Ну, стоил все очень дешево. И... Вот такой вот у меня, значит, BB Bronzer. Бронз-бустер написано. И просто нереальные... Как его называют... Румяна. Это я просто... Я просто не поверил своим глазам. Они вообще запечатаны сильно. Но я их сейчас все равно нахер открою. Ребят, это такие румяна. Ох. Во-первых, они меняют цвет при освещении. И это такой кайф. Они, блин, розово. Короче, выглядят они вот так. И это чистый кайф. Я когда увидел, я просто охренел. Матчмейкер Physicians Formula PH instant matches you in 60 seconds forever. Ох. И выглядит это все вот так. И я попробовал сделать свотч. И я просто охренел. Идут опять же они с кисточкой. Ребят, это просто кайф. И вы знаете, вроде бы... Вроде бы Physicians Formula это все бюджетное, да? Давай, ты закрывайся. Давай. Но... И бесплатные кастаниеты. Значит, стоит это все бюджетно. Но опять же, румяна, например, сделаны в США. Тени сделаны в Италии. Бронзер сделан в Канаде. То есть, все сделано... То есть, ничего в Китае не было сделано для Physicians Formula. Ну, кайф. Ну, кайф. Почему они не закрываются теперь? Ну, как говорится, вот за это мои платья. Это поганая коробка. Это все было с декоративной косметикой. Я быстренько сейчас покажу, что я купил еще и все. Все. Ребят, пошел в то есть раз, ничего не нашел, никакую игрушку. И пошел... Мне так... Мне нужно всегда покупать какую-то игрушку. Без игрушек я жить не могу. Пошел в 7-11, смотрю... О! Покемоны-мячики. 99 бат. Ой, заверните. Знаете, мне надо что-то такое купить, чтобы было. И вот сейчас я вам буду показывать все, что японские вещи, которые я купил, которые я ничего не знаю, но купил. Значит, пилинг для ног. Две пачки по 600 бат. Я не знаю, что такое. Окей, я купил все. Вы знаете, просто я купил все BB-паудеры, которые у них были. И я у них, ребят, это просто. И знаете, я когда... Перед тем, как приехать в Таван, да, я знал, что я слышал про эти BB-паудеры, да. Ребят, вот это все я купил, потому что я большой фанат запекания лица. Большой просто фанат запекания лица. Я просто купил все BB-паудеры. Это без тарка для лица, чтобы кожа не сохла. Я просто обожаю запекать себе лицо. Bake the face. Вот такими вот паудерами. Здесь у них просто миллион. И они устирают все поры. Они выбеливают под глаза. Знаете, получается просто шикарная вещь. Я, конечно, немножко уставший, хотя вчера не пил. Знаете, немножко уставший, да. Но под глазами выбеливает так, что просто... Купил все, что купил в декоративной. Это все Made in Japan. Made in Japan купил для снятия макияжа эти, как ее... Спонжики. Купил. Пользуюсь у меня все многие. Типа, а чем ты пользуешься в Толанде? Какой у тебя санскрин? Санскрин у меня только Banana Boat. Только ими я пользуюсь. У меня спрей. Это Made in United States. Все сделано в США. Никакого этого нету. Жирного блеска, не жирит кожу, ничего. Идеальный protection, что просто кайф. Perfect Whip Made in Japan купил я для умывания лица. Знаете, когда я запекаю лицо, я пользуюсь или бьюти-блендерами, или Real Techniques спонжами. Но мне потом их сложно вымывать, потому что я их редко их люблю мыть. Купил я Made in Japan маленькие такие спонжики. Именно, чтобы для запекания наносить мне пудрик в глаза. Потому что при запекании надо пользоваться именно не щетками, а именно спонжиками или павками. Я люблю пользоваться спонжами. Опять у меня BB Powder. У меня их милли... Я купил все, что было, некоторые по две штуки. Опять же, корейские эти ватки для снятия макияжа. Я пришел и говорю, дайте мне что-нибудь, что хорошо смывает косметику. Я пользуюсь всегда... У меня мой клиник, вот этот вот бальзам. Но он стоит 28 евро за банку. И он немножко дороговат. И проблема даже не в том, что он немножко дороговат, а в том, что, например, в Норвегии он можно купить только в Tax Free. У нас не продается оно в магазине. И мне сложно... Я не люблю ни бальзамом, да, поэтому мне или через eBay покупать, или еще как-то. Я сказал, дайте мне что-нибудь хорошее для снятия макияжа. И вот DAV сделанный в Японии. То есть это In Japan для японского рынка. Она говорит, вот новое, что-то совсем классное-классное. И вот такое взял. Взял мицеллярную воду тоже, которая сделана в Японии. Тоже DAV. Она сказала, возьмите BeFesto. То есть, если ты берешь эту жидкость и тут еще рефил, да. Тоже, конечно, просто все берут, все хвалят. Тоже вот японскую мицеллярную воду взял. Опять взял спонжики для лица. Взял, я люблю Hado Labo. Hado Labo это японская фирма, которая... Мне очень нравится Hado Labo. Я люблю их лосьоны, люблю их средства для умывания. Взял пенку для умывания от Hado Labo тоже. Я верю японским фирмам, знаете, японским этим, я не верю. Взял еще одну для снятия макияжа. И еще одну для снятия макияжа. У меня их миллион, потому что мне ничего не подходит. Я, знаете, по методам пробоошибок. Я не верю такое, что вот возьму вот эту, она идеальна. Нет, может быть она идеальна для тебя, а для меня идеально не будет. Ну вот, и вот еще средство для умывания. Все, ребят, перегревается у нее камера. Спасибо, надеюсь, было интересно. Я знаю, некоторые любят всякие покупки. Я люблю смотреть покупки. Я говорю, я большой любитель из этих смотреть. Из всякого говна. А это, не знаю, может быть кому что. Скажите, делаете ли вы контуринг? Если делаете то, чем вы делаете контуринг? И с каким успехом у вас все это происходит? Все, ребят, огромное спасибо, что смотрите. Огромное спасибо, что подписываетесь. Огромное спасибо, что ставите лайки. Огромное спасибо, что комментируете. Вы самые замечательные ребята. Последние дни вообще никому ничего не отвечал практически, потому что времени нет. Огромная разница во времени. И у меня просто, ах, никак. Буду перед домой, выйду опять со всеми на обратную связь. Буду со всеми... Все, огромное спасибо. Всем самое лучшее. Все, ребят, всем хорошего дня. Всем хорошего настроения. Сегодня понедельник. Всем хорошего, удачного, легкого понедельника. Все, всем пока. Пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok